Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение, посланному милостью для миров, нашему господину Мухаммаду, его семейству и чистым и благим сподвижникам, и всем тем, кто последовал их пути наилучшим образом. А затем, ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Задают вопрос. Если вы мусульмане на истине, то почему иудеи превосходят вас? И неверующие побеждают вас. У иудеев есть мирское достояние и удовольствие, которых нет у мусульман. Если вы на истине, то где ваша мощь, сила и защита? Так звучит вопрос. Этот вопрос вызывает сомнения у некоторых мусульман или многих мусульман. И сказать по правде, в этом вопросе есть некая истина и некоторая ложь. Часть правды заключается в том, что мы, мусульмане, действительно находимся в поверженном положении, побеждены и унижены сейчас. Почему? Не потому что мы мусульмане, а потому что мы отказались от религии. Мы оставили веру, мы не следуем ей. Мы мусульмане лишь по названию, мы мусульмане лишь по названию. Мы знаем об исламе только название и о Коране только его внешность. Мы говорим, что нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммад его посланник. Но мы не знаем смысла этих слов и не следуем его требованиям, не избегаем его нарушений, впадаем в неверие, в многобожие, лицемерие и вероотступничество, да убережет нас Аллах. Мы, будучи мусульманами, исключили из нашей жизни этот Коран. Мы не выполняем эту сунну. Мы, как мусульмане, просто говорим «Ля Иляхи Илля Аллах». Посмотрите, молятся ли мусульмане? Многие из мусульман не молятся, хотя молитва — это связь между рабом и его Господом. Около 80 до 90 процентов мусульман не молятся, а те, кто молятся, не сохраняют свою молитву, не выполняют ее должным образом и вовремя, не выполняют ее с благоговением и покоем. Мы разорвали связь с Аллахом. Из-за этого Аллах наказывает нас через униженных людей, которых Он назначил, чтобы мы испытали гнев Аллаха. Это правда, которую нам следует признать. Всевышний сказал, «Аллах не откроет неверующим пути против верующих». А являемся ли мы верующими, чтобы у них не было над нами превосходства? Нет. Мы мусульмане. Но мусульмане лишь по названию. Мы мусульмане и знаем об исламе только по его названию и о Коране только его внешность. Мы мусульмане и находимся как можно дальше от ислама. Поэтому Аллах дал им власть над нами, подобно псам, которые вернут нас к нему. Вернемся ли мы к нему? Как сказал некий, наши враги как псы, мы же как овцы. Когда же мы разобщены и разбредаемся, Аллах назначает над нами псов и волков, чтобы мы вернулись к тому, на чем были прежде. И вот почему, например, Иудей может получить больше удел в этом мире, чем мы. Аллах предопределил это в своей книге. Мы предопределили сынам Израилевым в Писании. Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными. Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещание было исполнено. В этот момент мусульмане победили иудеев, стали сильными и стали править. Мусульмане обладали могуществом и влиянием. Они установили свое государство и утвердились. А дальше? Когда мусульмане перестали придерживаться религии, Аллах дал превосходство иудеям, и они стали править. Затем мы вернули им вершину, потому что мусульмане отступили от своей веры и постепенно отдалились от нее. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас, о иудеи, о сыны Израилевы, богатством. Их имущество стало многочисленным. У иудеев и Америки богатством и сыновьями. Когда они все собрались со всех стран мира, мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными за счет силы, медиа и армии. Почему Аллах обернул все так? Это было сделано, чтобы показать превосходство иудеев над нами из-за нашего отступления от религии. Аллах никому не угождает. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Затем Аллах установил для нас правило. Если вы творите добро, то поступаете во благо себе. А если вы вершите зло, то поступаете во вред себе. Затем наш Господь, Всевышний, обрадовал нас тем, что будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит нам по воле Аллаха. Когда же наступил срок последнего обещания, мы сейчас проживаем его начало. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, о иудеи. Мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть. А это именно мечеть Алякса. С позволения Аллаха мы надеемся, что это произойдет скоро. Позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. То есть разрушат достижения иудеев, материальные и моральные. И до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас. Но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиенну местом заточения для неверующих. Из-за этого иудеи сейчас превосходят нас. Аллах разъяснил это в своей книге. Что касается остальных неверующих, в отличие от иудеев, почему у них есть мирская жизнь? Всевышний Аллах сказал, они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к последней жизни. Неверующие получают удовольствие в этой жизни, но у них нет доли в последующей жизни. Они не имеют доли в последующей жизни. Поэтому если они сделают что-то доброе, такое как помощь сиротам, создание приютов, больницы, помощь нуждающимся, Аллах вознаградит их за все это в мирской жизни. Почему? Потому что у них нет доли в последующей жизни. Так что они получают удовольствие в этой жизни. Также наш Господь объяснил эту истину, говоря, что неверующим, с увеличением их неверия, предоставляется еще больше земных благ, и у них открываются богатейшие возможности этого мира. Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергли их нищете и недугам, дабы они проявили смирение. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не проявили смирение? Нет, они не проявили смирение, однако их сердца ожесточились, и они стали неверными. Их сердца ожесточились, а дьявол приукрашивал для них то, что они совершали. Посмотрите на общество западного мира, как шайтан украсил для них всевозможные отвратительные вещи, и все, что отклоняется от естественности, даже до вопроса о гомосексуализме. Мужчина женится на мужчине, и женщина выходит замуж за женщину. И у них блуд стал подобен испитию воды, как обыденность. И они совершают изнасилование, у них все виды грехов и развратных поступков. А дьявол приукрашивал для них то, что они совершали. Это не говоря об убийствах мусульман и миссионерстве в странах мусульман. А дьявол приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Это мир, в котором живут неверующие. Мир, в котором есть все. От иголки до ракеты. От атома до галактики. Мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному? А они в действительности рады. Сейчас они на стадии радости. Но эта радость злодейская, смешанная с развратом. Когда же они возрадовались дарованному? Мы схватили их внезапно. Это наказание Аллаха, которое происходит в этой жизни до того, как оно настигнет в последующей жизни. Как сказано, но помимо величайших мучений, мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения, чтобы они могли вернуться на прямой путь. Когда же они возрадовались дарованному? Мы схватили их внезапно. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно. И они пришли в отчаяние. Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров. Вот секрет того, что мир открылся перед иудеями и неверующими. И секрет того, что мы, мусульмане, отстали и отдалились. Это секрет нашей отсталости, наше отдаление от религии. Но у нас есть будущее с позволения Господа миров. И мы увидим гибель неверующих и скажем «Хвала Аллаху, Господу миров». Довольно скоро, если пожелает Аллах, мы скажем «Хвала Аллаху, Господу миров». Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду и всем его сподвижникам. Субтитры создавал DimaTorzok